Не допустить проседания экономики из-за западных санкций – таково требование президента. Развитие Гродненской области, говорят сегодня, в Свислочском районе. Место выбрано не случайно, ведь именно ему присвоен статус территории, отстающей по уровню социально-экономического развития. В целом, Гродненщина еще с советских времен – передовой регион. Достаточно сказать, что воловой региональный продукт здесь растет быстрее, чем в среднем по стране. В этом году экономика области уже приросла на 5,5%. Но в хвосте этого локомотива как раз Свислочский район. Почему и главное, как это изменить с поправкой на внешнее давление, таков ли мотив поездки. Каково будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Вы как это просчитываете? Мы ведь готовились к этому? Мы готовились к этому. Мы знали, что нам грозит. У нас на сегодняшний момент под угрозой это Гроднен-Азов, Лицкая лококраска. То есть предприятие «Белый нефть и Кима» и часть транспортно-логистический центр. На сегодняшний момент разработаны мероприятия компенсации. Европейский рынок не основной, но тут подходы к продажам будут несколько меняться. Мы надеемся, что все-таки удастся не допустить, даже если по отдельным предприятиям какое-то проседание небольшой работ, мы компенсируем за счет остальных подавлений. Владимир Степанович, никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. Пускай Караев одевает генеральскую форму, вам тоже звание присвоено генерал-майора и вперед. Военное положение, если нужно, но никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это, понимаете, их бессилие. Об особенностях ведения в области сельского хозяйства речь шла на одной из товарно-молочных ферм по городке Ханчицы. Несмотря на неплохие показатели, Александр Лукашенко недоволен дисциплиной. Отдельные факты, о которых известно президенту, способны серьезно подпортить общее впечатление. Этим сельхозпредприятием владеет Гродненская табачная фабрика. И вот у самого Немана могут возникнуть сложности со сбытом. Сигаретный рынок высококонкурентный, и страны всячески пытаются защититься от внешних игроков. Вы же слышите, контрабанда, сигареты и прочее. Да чего воют? Готовятся к тому, чтобы как-то защититься от торговли сигаретами. То есть это же акцизные товары, это доход, промой бюджет. Поэтому и поляки, и литовцы, и украинцы, и россияне, они пытаются защитить свой рынок. Поэтому вот сейчас вой подняли, что мы контрабандой их завалили. Ну так боритесь против контрабанды, как мы боремся. Хорошие продукты, они видят, что хороший, качественный продукт. А это просто вой, чтобы своих защитить. Вот еще. При себя отдельное государство. Беларусь открыта для взаимовыгодного сотрудничества с европейскими бизнесменами. Президент посетил логистический центр компании «Кроноспан». Это хорошо известный игрок в сфере деревообработки. Компания торгует отработанной древесиной, хотя могла бы самостоятельно производить мебель. Александр Лукашенко поддержал идею строительства фабрики, а вот дальше поездка продолжилась не по плану. Президент решил нанести внезапные визиты на ряд предприятий, чтобы составить полную картину происходящего в районе.